Всем непутевым зрителям привет! Вот ведь поразительно, как за жизнь одного поколения многое меняется в техническом мире. Когда я, к примеру, пришел поработать на телевидении, видеозапись осуществлялась на огромные рулоны, назывались кадр. Вот такого размера, тяжеленные. А потом появились ВПРы, поменьше. Их сменили битакамы, вот такие коробочки. Их сменили мини-диви. А теперь мы снимаем на карточке. Вот таких шесть карточек мы отсняли в нашей последней поездке по Провансу и Вене. Это где-то около 10 часов. А передача выйдет 5, то есть час с четвертью. Жаль, что так мало, потому что Прованс – это фантастически красивая планета в космосе под названием Франция. Раньше я полагал, что самые привлекательные места Мадам Франции – это Нормандия и Британия. Все верно. Но сейчас я думаю, что случись конкурс красоты, Прованс занял бы одно из самых достойнейших мест. Может быть, даже первое. И если вы готовы принять это утверждение на слово, а тем более, коли вы не согласны с ним, то давайте отправимся в этот южный регион Франции, который незадолго до вашего ДК воспели тоже небезызвестные художники – Сезан и Ван Гог. Еще в ранней юности, оказавшись в Пушкинском музее на Волхонке, я открыл для себя импрессионистов. Влюбился в них, и это направление в живописи оказалось наиболее близким мне, кстати, и по сей день. Оно ведь очень чувственно, даром что импрессион, то есть чувственное восприятие окружающего мира. Непутевые заметки, кстати, абсолютный импрессион. В познавательной информации мышонок наплакал, а чувственного кудахтанья – полный тазик. Однако о Провансе. Конечно, в юности я и не представлял себе, что когда-нибудь знаменитые пейзажи Сезана и Ван Гога увижу живьем. Спустя целую жизнь это чудо случилось. Вы помните, что у всякой страны, города или местечка есть свои знаковые объекты, свои символы. Не буду перечислять, если вы еще припамятите, то сами составите этот список. Так вот, у нашего Прованса их два. Это знаменитые лавандовые поля, но о них я пропою песню чуть позже, и гора Санта-Виктория, воспетая Полем Сезанном. Собственно, после чего она и стала символом Прованса и поэтически описанная романтичной Катериной Бранте. Она назвала свой этюд «Стих по картине Сезана Поля – гора Санта-Виктория». Маленький поселок, мелкие дома, в небе светло-синем свет и облака. Солнце скромно светит, тот просторный край, люди снова сходят в тот небесный рай. Желтые домишки реденько стоят, и деревья в зелени густотой полнят. Над картиной этой нависает вдруг человек. Он каменный, в нем таится грусть, охраняет край он от врагов людских, переполнен гордостью от трудов своих. Первый городок, с которого началось наше открытие Прованса, назывался незамысловато – Экс-Ан-Прованс. Он находится в 30 километрах от Марселя и Средиземно-морского побережья. Очень милый городок, который на протяжении многих веков был и остается культурным центром Прованса. В Европе, куда ни плюнь, ну нет, нехорошо сказал, не надо никуда плевать. А пусть будет так, в Европе, куда ни ступи, так непременно попадешь, нет, не в собачкины кучки. Это само собой, французские бобики и шарлотки оставляют их исключительно на тротуарах. Ну, местные-то жители к этому приучены, они всегда на стороже, а вот приезжие то и дело подрываются. Ну да, о чем это я? Ведь мы же в романтическом Провансе. Так вот, во Франции куда ни ступи, нет, лучше все-таки куда ни глянь, всюду следы древних рим. Они и этот город основали в далеком от нас 120 году до нашей с вами эры на месте термальных источников. В средние века городок стал столицей Прованса и продержался в этом качестве до начала 20 века, уступив место Марселям. Но Марсель весьма демократичен, а наш Экс – это респектабельный буржуазный городок, и это весьма заметно на общефранцузском фоне. Живописные старинные улочки и площади, аристократические особняки и дворцы Провансальской знати 17-18 веков, великолепные фонтаны, которых в маленьком городе несколько сотен. Ну, так утверждают путеводители. Я насчитал три. Причем один из них мне напомнил… Да нет, я точно где-то видел. А, вспомнил. Один совсем недавно в моем любимом Мюнихе, а другой в далеком Сидне. Вот посмотрите, я ведь прав? Это вот Мюхенский, а это Сиднийский хрюн, а это в нашем Эксе. Интересно, кто у кого стырил, а? Кстати, обратите внимание на этот водяной парк. Ну, здорово уже придумано. Это спасает в жаркие дни. Я впервые это увидел в Сингапуре. Замечательная идея. Наверняка и у нас появится в столице. Ближе к январю. Был воскресный день. И на бульварах, и площадях вовсю работали и блошинки, и рынки, и палатки ремесленников, и подлинных художников. Вот это типичная бложка с типичным репертуаром. Ах, как бы не плотная программа нашей экскурсии, я бы тут провел не меньше часа. Я ведь жуткий барахольщик на самом деле. Все время надеешься, а вдруг тебе попадется какая-то по-настоящему старинная вещица, в которую влюбишься в тот же момент, как ее увидишь. И тогда долго торгуешься, потом вытрякиваешь все деньги из кармана, и, заполучив заветную вещицу, привозишь ее домой. Ставишь на полку и забываешь. А чего о ней думать? Она же у тебя есть. Она говорит, можно снимать. Мадам, мадам, ну куда же вы? Она же какая стеснительная. А украшение, смотри-ка, очень замечательное. Здесь, на бульваре, я купил у автора красивую пейзажную фотографию Прованса за 120 евро. Хотел за 100, но дядечка не уступил. Зато теперь она украшает стену в моей спальне. Бульвар Мирабо, квартал 17 века Мазарини. Он, кстати, был архиепископом в Эксе и братом знаменитого парижского кардинала. Собор Сенсавер, в котором смешаны стили трех эпох, романские, готические, барокко. О, ценители подобных изысков балдеют. А для особо извращенных в городе сохранили и древнеримские руины. Жаль, что я не умею наслаждаться, в отличие от вас. Мне вот как-то ближе и занятнее наблюдать за людьми в момент их обычной жизни и поведения. В этом нет ни особой глубины, ни подковырки. Я ведь не снимаю людей, ковыряющих в носу козявки. Но есть атмосфера сегодняшнего дня, исчезающего момента. Импрессион, одним словом. А удобнее всего подглядывать на рынки, потому что люди заняты выбором продуктов или вещей и не обращают внимания на подобных типов с камерами. Но, замечу, мне интересно не просто созерцать, а... Кстати, а вернее совсем не кстати. Вы помните, кто такой созерцатель? Напоминаю, созерцатель – это человек, склонный к бездеятельному созерцанию, пассивному наблюдению, мечтательной самоуглубленности. А если созерцатель еще и визионер, то есть духовидец, человек, которому является видение, ой, тогда я абсолютнейший созерцатель-визионер. У Черково-путеводительской литературы есть такая серия под названием «Эти странные». Там англичане, американцы, ну и так далее. Вот как описывается в такой книжке о французах их отношение к покупкам. Если для нас покупка чего-то ежедневного, банального – это рутина, то для французов – это настоящее действие, ежедневный спектакль и поклонение святым местам. Французская домохозяйка решительно входит на рынок. Она щупает товар, нюхает его, пробует на вкус и чаще всего ругает именно то, что собралась купить. Если она станет вести себя иначе, продавец может исчезти от оскорблением для себя. В конце дискуссии между продавцом и клиенткой в нее втягиваются все, кто их слышит. Спор на рынке или в магазине – это еще одна форма дебатов, столь любимых французами. В конечном итоге обе стороны приходят к разумному соглашению. А теперь о сугубо практических вещах. Мне вот на рынках всегда любопытны цены, причем в практическом сравнении. Не знаю, как вы, а я вот каждую неделю хожу на рынок за овощами, фруктами, и мне страсть, как интересны их ценники. Вот редиска, евро пучок, то есть 40 рублей. Ну, как и у нас. Помидоры простые, евро 80, то есть 70 рублей. А эти красавцы очень вкусные, стоят почти 5 евро, то есть около 180 рублей. А у нас полтора раза дороже такие. А у вас такие помидоры почем? Или вот черешня, те же 4,80, то есть опять-таки 180 рублей. Крупные маслины. Ну, понятно, что они дешевле, чем у нас. Средиземноморское побережье, их давняя родина. Как и вяленые помидоры. Странно, что у нас их так не готовят. Смотрю на них и на все эти оливковые растирки, и слюнки текут. Или вот сырокопченая деревенская колбаса. Вкуснятина, обалденная. Я такую стараюсь привозить в подарок друзьям. У них она стоит, что такое, 33 евро? Это 1300 рублей? Да нет. Хотя, дорого, однако. В смысле, дорого мне обходятся мои неблагодарные друзья. Но колбаса сказочная и хранится, может, тысячелетиями. Как и деревенские сыры. Воняют они просто упоительно. Ах, как упоительно в Провансе все сыры. А деревенский хлеб? Но это только если покупать его накануне отъезда. И еще, что следует вам привезти домой, вернувшись из Прованса. И опять-таки в подарок друзьям. Это травы или лавандовое мыло. Это их знаковый продукт. Существует устойчивое мнение, или, если хотите, миф, что французы весьма жадны. Ну, хорошо, скажем, прижимисты. Или, если выражаться политкорректно, экономны. Тому я снимал доказательств. И обратному так же. То есть их широте и доброте. Во всяком случае, мне в поездках по Франции встречались и те, и другие. Когда соберетесь в Прованс, рекомендую вам нашего гида Женю. С ней очень удобно работать. Во-первых, вы не потеряете ее в толпе. Она, как фонарик или гогеновский подсолнух, будет светить вам на расстоянии от полутора до трех километров. Во-вторых, она очень темпераментный и неравнодушный человек. И очень включенный. Ведь профессиональная болезнь всех гидов – выработанный казенный стиль рассказа. Такой же, как у администраторов ЗАГСа и покоронных церемоний, они говорят заученными интонациями. Ну, это объяснимо, у них идет поток. И у гидов тоже. Мало кому удается сохранить живую интонацию, передать ощущение, что это говорится только тебе лично. И впервые. Мы ведь не любим быть, как все. Мы хотим быть в глазах окружающих единственными и неповторимыми, требующими индивидуального подхода, верно? Вот Женя в этом смысле счастливое исключение. Сезанн всю свою, не такую уж и короткую для художника жизнь, воспевал на своих полотнах город и его сезановские окрестности. Однако, кроме этих пейзажей, от самого Сезана ничего в городе и не осталось. А ведь он оставлял городу в дар свои полотна. Но местные чиновники сказали, а нафига? И отказались. Со временем наследники продали его живопись в Америку. И вот уже какое поколение живет на эти денежки припеваючи? Я это к тому, что и у нас ведь где-то проживают и творят свои российские сезаны, чьи работы местными главначпупсами не востребованы. А ведь потом будем локти кусать. Отдумайтесь, товарищи. Интересно ли вам посетить мастерскую местной художницы? Вежливо поинтересовалась наша фонариковая Женя. Да, конечно, очень даже. Вот эта улица, вот этот дом, а вот и сама живописица. У нее оказалась очень приятная работа. Я признаюсь, вам люблю принимать гостей, друзей. Я всегда с удовольствием показываю свой дом новичкам, потому что открыть свой дом, ну это как приоткрыть свою душу. Если она у вас есть, то значит и в вашем доме тоже существует. И потому мне интересны и чужие жилища. Я спрашиваю мадам, можем ли мы посмотреть на ее дом изнутри? И мадам соглашается. Мы идем в дом. Я вот из действующих именитостей был дома и в мастерской только у Ильи Сергеевича Глазунова и Дмитрия Дмитриевича Жилинского. Да еще сто лет назад у Вячеслава Клыкова. Но я и сегодня помню свои ощущения. Поэтому мне было весьма любопытно посмотреть на дом французского художника. ЦИ. У мадам собрана небольшая, но со вкусом подобранная коллекция работ не только своих, но и других, более ранних художников. Она показывает фотографию своих дочерей. Одна из них танцует у нас здесь, в Москве, в балете. Обратно к машине мы возвращались через ту же городскую площадь, на которой был рынок, помните, с овощами, колбасами и прочее. Но я узнал ее лишь по своему хрюну, потому что буквально за час, пока мы были у художницы, торговцы ее покинули, перебрались за собой. И под теми же тентами рестораны выставили на площади свои столики. И теперь уже ничто не напоминало о состоявшемся базаре. Все было по-французски аккуратно и мило. Это был городской Прованс. А душа его, все его очарование, они, конечно, хранятся в сельской глубинке, в которой мы с вами отправимся в следующее наше свидание. Так что не пропадайте, непутевая. Ну ладно, счастливо пока. Ваш созерцатель ДК. Бонжур, доброжелательные мадамы, мадмуазельки и пренебрежительные имсья. Говорю так потому, что моя аудитория в основном женская. То есть сейчас у телевизора лучшая часть нашего общества. Так что вам, дорогие мои, я посвящаю этот очерк о самом красивом... Ну хорошо, ладно. Об одном из самых красивых уголков нашей матушки Европы. О Провансе. Вы не сможете в него не влюбиться. Он войдет в ваше сердце навсегда. Но прежде чем вы соберетесь в этот благословенный край, вам необходимо, непременно необходимо, проделать несколько вещей. Во-первых, откуда-то взять немного денег на поездку. Откуда? Хорошо, этот момент пропускаем, потом решим. Во-вторых, вам необходимо прочитать английского гурмана эстета Питера Мэйла «Год в Провансе». После того, как эта книга была переведена на несколько языков, со всего мира в Прованс как подорванные рванули восторженные романтики и незатейливые эстета. Герой биографической книжки купил старый фермерский дом в Провансе и последовали. Ну, в общем, читается книжка на одном дыхании, хороший юмор, такое легкое познавательное чтиво, тем более необходимое тем, кто не сможет в этом году поехать в Прованс. Книга вполне заменит это несбыточное путешествие. А еще прочтите у Ивана Алексеевича Бунина в его знаменитом цикле «Рассказы в темной аллее» маленькую гениальную зарисовку камарг о встрече с камаргианкой. И непременно посмотрите еще раз полотна Сезана, Ван Гога и Гогена воспевших Прованс. Если нет возможности увидеть их живьем в Музее изобразительных искусств на Волхомке, посмотрите иллюстрации в альбоме. И, наконец, послушайте песню про вас в исполнении «Елки». Уютное кафе На улице с плетенной мебелью Где красное вино Из местных погребов В больших шатур Ты можешь говорить Что это только глупые мечты Но в планах у меня Все, видимо, немного круче Ведь завтра в 7.22 я буду Борис в поле сидеть в самолете И думать о пилоте Чтобы он хорошо взлетел и крайне Удачно сел где-нибудь в Париже А там еще немного и в Прованс Ну и так далее. И если после всего этого прочтения, просматривания и прослушивания специфического пения Вы не рванете то, что же в Прованс Значит, о чем мы с вами тут говорим? Мы друг другу неинтересны. Все, вы свободны. Оруа! Романтики? Останьтесь! Мы уже познакомились с городком Экс-Ан-Прованс И переезжаем в городок Арль Это не меньшая знаменитость, нежели Экс Заменитость, благодаря известнейшему полотну Винсента Ван Гога Красные виноградники в Арле Вспомнили? Город мечта для тех, кто способен вдохновиться Древнеримскими каменюками О, простите, архитектурными памятниками Римские памятники Арля Внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО Главная жемчужина – римский амфитеатр Построенный в 46-м году до вашей эры Нынче на этой арене два раза в год проходит коррида Потому что, в отличие от Каталонии, во Франции они не запрещены Вторая достопримечательность Арля – церковь Сян-Трофим X века Святой Трофим был первым епископом в те времена, когда христианство в Европе еще было запрещено Трофима забили камнями, он принял бученическую смерть и тем вошел в историю А кто-то из нее вышел, и этого никто не заметил Третья достопримечательность Арля – Алискан Античный некрополь, которым вдохновлялись Данте и Ариоста Для запамятливых напомню Лудовик Ариоста был известным поэтом в Италии в 15-м веке Сюда приходили писать картины Ван Гог и его брат Гоген Тихо, тихо, эстета Это была шутка, потому что сочетание Ван Гог и Гоген звучит как Гога и Магога Винсент Ван Гог написал в Арле более 200 картин Это был один из самых плодотворных периодов его творчества Некоторые из написанных художников в здании и площаде до сих пор можно увидеть в городе Хотя ни одна из работ Ван Гога не выставлена в Арле Пикассо, любители боя быков, в Арле тоже посетило вдохновение И он создал здесь две картины и 57 рисунков В Арле расположена национальная школа фотографий Поэтому в середине лета в Арле съезжаются профессионалы и любители фотографий На проходящий здесь весьма престижный международный фестиваль фотографии Я вот сам фотографировать, увы, не умею, это особый дар Но очень люблю этот вид искусства и люблю наслаждаться фотоработами Да-да, именно так, люблю наслаждаться Я знаком с несколькими первоклассными фотографами и искренне восхищаюсь их работами Для меня, к слову, два года назад стала открытием очень сильным эмоциональным потрясением Выставка «Золотая черепаха», которая ежегодно по весне проходит у нас в Малом Манеже Если не были, непременно сходите, не пожалеете И будете еще мне руки целовать, если я их не успею спрятать Однако вернемся в Арль Арль – это ведь ворота в Камарк, землю цыган В 16 веке сюда, из Испании, пришел очень большой поток цыган и евреев, спасавшихся от испанской инквизиции Так что цыганская натура и характер, ну, впрочем, как и еврейские Оставили свой след и влияние, в том числе и в одежде Поэтому, если окажется в Арле, непременно зайдите в рубашечный магазин Здесь продаются знаменитые орлезианские рубашки Очень хорошие, цветистые, цветастые, такие, как любит носить Леонид Парфюнов А до него их обожал не менее известный у нас Пабло Пикассо У него, к сожалению, они не к лицу, я нашел однотонные, то есть скучные Поэтому и таланты, в отличие от них, не вышли В общем, побывать в Арле, уехать без местной рубашки Было бы с вашей стороны так же непростительно, как побывать в Амстердаме и не отметиться Нет, безопаснее, скажем так, побывать в Вене и не попробовать знаменитые венские пирожные Но Вена со всеми ее изысками у нас вперед Когда я сказал, что у Прованса есть два символа Гора Сан-Виктория и Лаванда, товарищи, я сказал неправду Есть еще один символ – Мистраль Мистраль – это местный ветер, дующий со скоростью более 120 км в час Поэтому 7 градусов мороза зимой здесь ужаснее, чем 50 у нас в Якутске Но летом, при 35-градусных жаре, Мистраль – это спасение Эти края не разрывно связаны с именами трех знаменитейших импрессионистов Сезана, Гогена и Ван Гога Последний нам с вами наиболее интересен – Оу, тот еще Фрукт Он был родом из буржуазной голландской семьи, с которой ну никак не сложились отношения И вместе с братом Тео, оба-два, они переехали в Париж, где решили открыть не больше, не меньше, а новый стиль в живописи Но Тео, как живописец, хоть был и пожиже, однако зарабатывал деньги на жизнь и себе, и брату А Винсент дурью маялся, пока известный вам Толус Латрек не посоветовал ему переехать сюда в Ары Мол, здесь и свет необыкновенный, что правда, и воздух благодаря Мистралю особенный, что так же верно На деньги брата Ван Гог снял небольшой желтый домик, основательно налег на абсент, и ему так все понравилось Он тотчас попросил брата Тео выслать ему деньги на холсты и краску А еще решил перевезти сюда всех своих знакомых парижских художников и в своем доме устроить художническую коммуну Правда, откликнулся один лишь Гоген Ван Гог, чтобы сделать ему приятное, нарисовал приятелю подсолнухи После совместно выпитой бутылочки абсента он вручил их Гогену Но Поль сделался вдруг обидчивым В общем, слово за слово, кисточкой по столу, и они устроили дуэль В результате которой обидчивый Гоген отхватил у Ван Гога пол уха Ё-моё, сказал протрезвевший Гоген, что же я наделал И чтобы обоим не пойти под суд за дуэль, которые уже тогда были запрещены Они договорились, что Ван Гог, мол, сам по пьяни отрезал себе ухо Но они и после этого так продолжали куролесить, что соседи не выдержали И, собравшись вечерком поесть картошечки, озадачились Блин, что с ним делать-то будем, с алкашом-гентем-голландским И порешили сдать Ван Гогу в местную психушку, в которую мы с вами отправимся А куда же с утра еще идти, как не психушку, верно? Но это чуть позже Пока-то вы еще здоровы Лечебница, в которую поместили нашего Винсента, находилась при монастыре Сан-Поль Собственно говоря, почему находилась? Она и по-прежнему действует, так что добро пожаловать, если потребуется Публике здесь, очевидно, нравится В саду и во двориках монастыря выставлены достоверные копии картин Ван Гога Изобразившего местные интерьеры и пейзажи Народ предельчиво сверяет изображенные на картинах и окружающую действительность Найдя совпадающие детали, посетители приходят в восторг Особенно почему-то радуются японцы И Винсенту тут, к слову, тоже очень понравилось У него была своя комната Правда, окно за решеткой Но в отсутствие алкоголя он начал активно работать, ведя поиски в области цвета Он подмешивал в краске землю Ну и вообще экспериментировал на пропаду Господи, говорил он себе, ну чего же я с дуру столько времени угробил на эту отраву Имея в виду алкоголь Сколько бы я хороших картин на Мазюку Да Никас Сафронов будет еще локти себе кусать Сейчас при психушке устроен музей И располагается небольшая галерея В которой выставлены на продажу работы сегодняшних пациентов дурдома Большинство из них косит под Ван Гога Но встречается и вполне самостоятельная работа Стоит от 200 до 500 евро Я бы и купил, может, какую-то работу подешевле Но уж больно депрессивными они мне показались Однако к истории нашего гения В жизни которого происходит трагедия Женится его брат Тео Винсент это воспринял весьма болезненно, ревниво Как предательство У них ведь с братом существовала глубокая душевная связь И он почувствовал себя преданным Считается, что в депрессивном состоянии Ван Гог покончил с собой Застрелившись из револьвера Но это не так В тот период Винсент Ван Гог находился на пике своего творчества Да, у него был револьвер, который он брал с собой на пленэр В лавандовые поля И стрелял из него по воронам И вот однажды, желая задобрить детей хозяина Которые проявляли к нему детскую жестокость Что, увы, свойственно всем детям Он дал им в руки револьвер Поиграть И они случайно, нажав на спусковой крючок Выстрелили в него Вот из этого самого шпилечного револьвера Образца 1863 года Ван Гог получил смертельные ранения Но не желая причинять вреда детям Не выдал их Он прожил в муках еще три дня Но на этом трагедии не закончилось Тео был так потрясен смертью любимого брата Что сердце его не выдержало И спустя три месяца он умер Галерейщик, которому досталась коллекция Тео Состоящая из двух сотен работ Ван Гога Стал везде говорить, что их написал бедный и сумасшедший художник Отрезавший себе ухо Сидевший в психушке, ну и так далее Все так и все не так Но после этого маркетингового ухода Работы стали раскупаться с бешеной силой Конечно, гениальность, сужу по себе Предполагает некоторое безумие Но наш Винсент не был сумасшедшим В общепринятом понимании Он был странным и увлекающимся художником А как говорил другой Так же не помнит и своими современниками художник Аркадий Велюров А кто не пьет, назови Нет, я жду Почему такая пауза, братья и сестры? Все же к вам обращаюсь, я, друзья мои Однако не кровавая же история Пусть и гениального, но алкоголика Заканчивает нашу утреннюю передачу Акварельно-светлую и переполненную доброй энергетикой, верно? Давайте завершим чем-нибудь приторно-сладеньким Например, истории провансальских колесонов Местный король, вошедший в историю как добрый король Рене Очень желал обзавестись сыном Женился несколько раз Каждый раз брал все моложе и моложе Пока не доженился аж до мышей Но все впустую Последней мышкой стала некая малолетка принцесса по имени Жанна Обожаема была и желанна просто ангел неземной И повсюду была с ним Но эта самая Жанна была специфической внешностью И никогда не улыбалась Короче, рожа у нее была еще та А наш же добрый король Рене был эстетом По ночам в тиши он писал стиши Но ничего со своей несмеянной поделать не мог И тогда он обратился к местному специалисту по смаку К повару Мол, Вань, ну сделай что-нибудь, чтобы моя дура Начала улыбаться И Ваня, в смысле повар, сделал такие кулинарные штучки Что эта стерва, откушав их, стала улыбаться во все свои два зуба Да-да, два, а не тридцать два Потому что в средние века у тогдашних обитателей Очень плохие были зубы А так, гнилые огрызки Так вот, она вдруг улыбается во все свои два зуба И говорит О, это есть-то такое и земное, и шладкое Как наше объятие А объятие, по-нашему, по-французски будет Коля Да не Коля, знает Степан А Коля Колесон Поцелуйчики Вот таким образом еще в средние века возник Традиционный прованский десерт В основе которого засахаренная оранжевая дыня Корочки апельсина и миндаль Они перемешиваются без варки в однородную массу Которой снизу приклеивается тонюсенькая вафелька А сверху кладется глазурь Кстати, сына-то они так и не родили Зато у провансов есть колесоны Но нам есть чем им ответить Завтра в 7.22 я буду в Борисполе сидеть в самолете И думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел И крайне удачно сел Где-нибудь в Париже, а там еще немного и прованс Более глупого текста на сегодняшнее утро еще не звучало Но он ведь о провансе и это все искупает Но это, знаете, как красивая женщина Она может быть глуповатой Но ее красота, она много и оправдывает А прованс, он и чувственный, и оборожительно красив И вообще чертовски обаятелен Однако на этом попрощаемся Ну ладно, счастливо пока Ваш потерявший с провансом голову Д.К Здравствуйте, товарищи Мы продолжаем наши прогулки по провансу И поскольку это все-таки скорее не путевые заметки Нежели не путевые То и в очерке моем намешано, как в вашем любимом салате оливье Всего понемногу И жизни необходимого, и какой-то бестолковщины Думаешь, а вдруг пригодится? Как вот от собака Художественной или познавательной ценности, но никакой А выбросить из передачи жалко Что-то в ней есть Как и в хозяине, верно? Вот, и он со мной согласен Однако о провансе По мнению нашей подсолнухоголовой Жени Жители прованса очевидно отличаются от остальных французов Они живут по принципу Чем меньше мы работаем, тем лучше себя чувствуем У них необычайная легкость бытия Оттого провансцы любят себя и окружающих Провансцы и провансихи готовы распахнуть вам свои объятия Но без каких-либо обязательств В отличие от, ой, ну не знаю, к примеру, в отличие от жителей Нормандии или Британии У тех совсем иначе Они не подпускают к себе близко Но коли это случится, то будет уже навсегда Вот вы к этому готовы? Ну, в смысле к вечной близости с нормандцем? Или если это позволяет ориентации, то с норманкой? Сложный вопрос, я понимаю А в моей программе простых вопросов и ответов сроду не было Это вам не телевикторина Так что привыкайте Городок Сен-Реми Он знаменит тем, что здесь, на улице Ош 14 декабря 1503 года В бедной еврейской семье У историков это уже давно стало расхожим выражением Если говорится о еврейской семье далекого прошлого То непременно добавляется эпитет Бедный К примеру В бедной еврейской семье родился мальчик, которого назвали Абрамович Ну и так далее Так вот, в начале 16 века В небогатой еврейской семье родился мальчик, которого назвали Мишелем Мишель-Вермишель Но подождите ехидничать Фамилия-то этого Вермишеля была Нострадамус Да-да, ушибленные вы моей всякой загадочностью Это был тот самый знаменитый предсказатель Нострадамус Еще за 200 лет до этого события король Филипп Красивый Ну не знаю, лицом он похож на героя из нашего блокбастера Бумер Пацанский такой паренек Но чтобы назвать его красивым Нет, для этого, видимо, надо жить все-таки в 14 веке В общем, Филипп Красивый издал совсем некрасивый указ По которому евреям запрещалось жить во Франции Им предлагалось либо креститься, то есть стать неофитами Либо покинуть страну Так вот, дедушка нашего Мишеля стал неофитом То есть он принял католичество И поселился вот на этой улице Среди сородичей Потому что оставшимся евреям Разрешалось жить лишь на специально отведенных для них улицах Они назывались жутерии Слово гетто пришло позже Из Италии В этой резервации начальству было удобнее присматривать за евреями Которым они всегда не доверяли Но при этом и оберегать их от погромщиков И лишь после Великой Французской революции Провозгласившей свободу всем конфессиям Евреи смогли селиться там, где им хотелось Итак, Нострадамус Бабка-повитуха, которая принимала роды, сказала родителям Ой, малой-то у вас родился болезный и хилый И проживет-то он родненький Короткую, но несчастную жизнь Ну и дура Никудышной оказалась повитуха-прорицательница Случилось все с точностью, да наоборот Мишель Нострадамус прожил долгую жизнь И умер в 68 лет А по тем временам это было очень даже немало Это, считай, как сегодняшние 98 И хоть родился он, как вы помните, в бедной семье Но сумел получить хорошее медицинское образование Он закончил медицинский университет Работал врачом Имел приличную медицинскую практику Но В жизни некоторых избранных случаются эти самые но Вот и у нашего Мишеля В 50-ти годах что-то случилось с головой Он неожиданно бросил работу Женился на богатой вдове Купил в соседнем городке небольшой отельчик И начал писать астрологические книги Ой, в них он много чего предсказал И нынешние падения евро И поражение Наполеона И письмо Захара Прилепина И куча чего другого Нам же он с вами нынче интересен тем, что Согласно его предсказанию 21 декабря 2012 года Должен наступить конец света Ой, можно в это верить или не верить Как вам угодно Но по-любому Ждать-то осталось недолго А мне же это напомнило анекдот Кукушка, кукушка, сколько мне осталось жить? Ку А почему так мало? При выходе с улочки нашего Нострадамуса Я случайно натолкнулся глазами На несколько примечательных деталей Вот одна из них Указатель улицы 8 мая 1945 года В этот день Европа празднует окончание Второй мировой войны В Бордо и Париже В Лионе и Милане, Ницце и Брюсселе Есть улицы, площади и бульвары Названные в честь Сталинграда Некоторые я вам даже показывал в своих очерках И здесь мне вспомнился эпизод Из документального фильма Григория Чухрая «Память» Где корреспондент стоял на какой-то европейской площади Под названием Сталинград И спрашивал у прохожих, что значит это название А после войны тогда прошло всего лет 20 И почти ведь никто не смог толком ответить Кроме пожилого дядючки немца, прошедшего войну Ну, ему бы еще не знали А нынешние наши дети ответят Как думаете? Вот и я боюсь, что нет А ведь это название знаковое, символическое для истории нашей страны Ведь то, что выпало нашим солдатам там Вынести, казалось бы, невозможно Но они это совершили Напротив уличной таблички расположена лавочка местного ремесленника Он с фотографией делает рисованной копией Ой, конечно, это не искусство, а всего лишь ремесло Но посмотрите, как он мастерски делает свои поделки И с каким вкусом Интересно, если бы я ему сказал, что тоже занимаясь не искусством, а всего лишь ремеслом Он бы обиделся на слово «тоже» Или бы понял меня и порадовался, что один ремесленник сумел оценить работу другого ремесленника А большинство работ это заказаны портреты самых близких и любимых И подумалось мне, если у тебя самым близким существом в жизни является собака Это значит, что ты очень и очень одинокий человек Городок Русильон Его еще называют городом Охра Или провансайским Колорадо Охра Русильон обладает очень богатой цветовой гаммой И достигает 17 оттенков От нежно-желтого до кирпичного цвета Наскальные рисунки датированы многими тысячелетиями назад Нет, ну не эти, конечно Это какие-то числанные дурачки из Айова или Пензы оставляют В XII веке городом правил Раймонд Авеньонский Ну, крупный такой был мужчина, как говорят в народе, представительный И очень некрасивый А зато жена его по имени Сереймонда была прелестна И был у них юный паш Трубадур Звали его Гийомли Кабистан Страшил Раймонд частенько пропадал на охоте И, ну что, дальше рассказывать или сами догадались, что произошло между красавицей Сереймондой и ее пажем Гийомом? Вот и Раймонд догадался Но виду не подал А позвал юношу на охоту Где убил его И, вырвав сердце из груди, велел повару приготовить продукт Ну, прям гряной какой-то получился Ну, как тебе блюдо? За ужином ласково улыбаясь, спросил он у своей верной жены Ах, я ничего лучше в своей жизни не ела Ответила она, прожевывая мясо Да? Не мудрено Ведь ты, моя милая, только что съела сердце своего любовника Лена Малышева в этой ситуации сказала бы Друзья мои, смотреть надо, что кушаете Не всякое блюдо, даже нежное и питательное, может оказаться полезным Ох, обезумевшая Сереймонда выскочила из-за стола И, выбежав на самую высокую скалу с криком Ты прости меня, любимый, за чужое зло Сиганула вниз И камни оросились кровью ее И, соответственно, с кушанного любовника Вот с тех пор скалы и носят такой цвет А других объяснений в науке пока не существует В отличие от вас, нам эта драматическая история Аппетит отнюдь не испортила И мы зашли пообедать в ресторан Который оказался специализированным по трюфелям Черные трюфели – это гордость Прованса Никогда, увы, не мог понять, в чем привлекательность трюфелей И в этот раз, признаюсь, тоже не понял Черный трюфель – это ведь фактически грибковая болезнь Ну, такой нарост на корнях мелколистного дуба Находят их либо с помощью хорошо натренированной собаки Которая стоит немалых денег Либо с помощью мухи, но бесплатной Как? Объясняю Собиратель трюфелей садится под дубом Под которым предположительно укрыты трюфеля И ждет, пока прилетит беременная муха Прилетев, она начинает баражировать над тем местом, где под землей прячется трюфель Сужая круги, она вынюхивает дефицит И, обнаружив его, идет на посадку, пытаясь втиснуться в землю, чтобы Нет, не полакомиться деликатесом, а затем, чтобы отложить личинки Вот тут-то охотник за трюфелями вскакивает Отталкивает кряхтящую роженицу И на глубине примерно в 15 сантиметров Находит свою драгоценность Ну как, после моего рассказа вы будете есть черные трюфеля? Вот и я об этом И не нужно вам это Тем более, что килограмм этой грибковой нарости Стоит от 3 до 4 тысяч евро Ну, столько же, как и подержанный автомобиль в хорошем состоянии Или новенький итальянский скутер Да зайдите лучше в обычный ресторанчик И это будет вкусная и морская еда свежайшая А цены, в отличие от известного вам города, будут не бандитскими Нас ведь оскорбляют московские ценники не потому, что мы жадные А от того, что справедливые, верно? Мы остановились в городке Сен-Максимен в монастыре Его монашеские кели превращены в гостиничные номера Но главная достопримечательность Сен-Максимена Это базилика Марии Магдалена Мария Магдалена является покровительницей всего Прованса И именно здесь она похоронена Здесь хранятся ее мощи Ну, на этом настаивают провансальцы Хотя есть и иные версии Но то, что голова великой блудницы находится именно здесь Этого никто не отрицает Впрочем, вы же знаете, что приватизировать мощи великих людей стремятся многие К примеру, помните, на останки Колумба претендует и испанская Севилья, и Гаити, и Куба, и Доминикана И при этом каждый считает, что именно у него находится подлинник того, что носило когда-то гордое имя Христофора Бонифатича Колумба Однако я отвлекся Итак, базилика Марии Магдалены Для многих она привлекательна еще тем, что здесь существует неканоническое изображение Марии Магдалены В трех Евангелиях, от Луки, Матвея и Иоанна, Марии и Магдалены представлены ведь по-разному У Луки она продажная женщина, у Иоанна богачка Впрочем, как показала жизнь, одно не исключает другое Здесь же я и узнал, что такое невета Оказалось, что невета, друзья мои, это своеобразное орудие казни для ранних христиан Последователи Христа связывали и бросали на дно утлой неустойчивой лоченки, которая называлась невета Если она не переворачивалась, то неделями болталась по волнам, так что почти все равно никто не выживал Останки погибших мучеников потом доходили в прибившихся к берегу лодках И оттого все поселки на побережье получили свои названия от святых, что оказались возле них Святой трапез подарил название известному нынче буржуазному курорту Сан-Тропе Святая Репарта стала покровительницей Ниццы, а святая Дора – Монте-Карло А еще жила в этих местах Тараска Как атака Тараска? Атака – злобная зверюга, которая ела всех подряд, кого ни попадя, а особливо красивых барышень Пока не постречалась она со святой Марфой, которая и приплыла к местному побережью в Невете Да не одна, а в приличной компании из восьми мучеников И вот эта самая Марфа, встретившись с тварью, не забоялась ее А смело вышла на нее, как, ну, не знаю, как русский мужик выходил на медведя Только вместо рогасины она осенила тварь крестным знаменем И Тараска эта самая стала вдруг смирной и кроткой, а потом вообще бегала за Марфой, как собачонка Вместе с Марфой приплыла в этой Невете и Мария Магдалена Она осталась в местном гроте на целых 30 лет и занималась лишь тем, что замаливала грехи Значит, из всех авторов Евангелия прав-то оказался Лука, который записал ее в тогдашнюю Катю Муму И вот лишь спустя 30 лет Мария Магдалена вышла к людям со Словом Божьим Здесь она встретила сен Максимена и умерла буквально у него на руках Он похоронил бывшую блудницу на месте, где сейчас находится вот эта самая базилика Но он так боялся, что мощь ее утащат сарацины, ну то есть арабы, что набегали из Северной Африки Так запрятал их, что и сам спустя время не мог найти эти мощи Черт ее знает, вроде бы здесь перекопал А ему товарищи говорят Ты вспоминай давай, куда и Магдалену-то уныкал, ханурик Вот такие нравы у них были А что вы хотите? Времена-то какие? Средневековые Не то, что нынче Так что эти мощи потом не могли отыскать еще 13 столетий А нам же с вами это интересно увидеть потому, что это ведь были реальные люди Страдавшие и преодолевшие сомнения духа, возвысившие его и через это ставшие святым А значит и для нас, живущих, это возможно Толковый словарь определяет понятие святой очень просто Святой – это тот, кто провел жизнь в служении Богу и после смерти признан христианской церковью покровителем верующих Ух, однако переведем свой дух, пока он у нас с вами не святой Сумбурно у меня получился очерк, а Провансе – это правда Ну а вы? Вы что, вот смогли бы, например, рассказать о любимом человеке, разложив все по полочкам, композиционно выстроив и прочее? Да ладно Влюбленность, ведь она, она взахлеб, на порыве, на восторженном кудахтании Вот я вам и накудахтал на три передачи, а впереди еще одна Так что не гоношитесь Счастливо, до встречи, пока Ваш очарованный странник Д.К Всем привет! Сегодня у нас прощание с Провансом Ну, вернее, это у меня прощание, а для кого-то из вас этот чудесный край обещает встречу впереди И я буду очень рад, если она состоится благодаря впечатлениям от моих очерков Перечисляя вам символы Прованса, ну, то есть знаковые понятия, связанные с ним, такие как лавандовые поля, гора Сен-Виктор, она же Сан-Виктория, творчество Сезанна и Ван Гога, черные труфеля, а их здесь добывают 85% от всего урожая черных труфелей Франции Я не назвал еще один Мистраль Так называется местный ветер Мистраль Когда прошлой зимой случилось минус 7 градусов, что само по себе для Прованса нонсенс Идул Мистраль со скоростью 120 км в час Ой, бедные провансальцы чуть дуба не дали Потому что при таком ветре 7 градусов мороза были сродни московским минус 30 Это очень сухой ветер, который высушивает буквально все А летом же при температуре 34 градуса Мистраль просто спасение Вот если бы мой ребенок или кто-то из молодых спросил бы меня, куда лучше всего отправиться в свадебные путешествия Кстати, это и к старикам, с их серебряными и золотыми свадьбами не возбраняется Я бы искренне посоветовал поехать в Прованс Взять машину и совершить медовые путешествия по лавандовым плантациям Чтобы поймать цветение лаванды, лучше всего отправиться с середины июня до середины августа А машина позволит вам останавливаться в любом месте и запечатлевать себя любимого на фоне этой красоты КОНЕЦ А затем вы будете бродить по старинным деревням, сувенирным лавочкам И зачем-то покупать все это ремесленное чепуховино Но которое по возвращении будет согревать душу теплом воспоминания Женщины здесь теряют голову Но в этом нет большой беды, тем более для большинства этих милых созданий Они не очень-то и нужны Ну, разве что для ношения шляпок СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И, конечно же, вы купите лавандовое масло и мыло Лавандовый мед и просто сушеную траву с цветками Вы будете водить по ним рукой и вновь почувствуете аромат, в котором заключена душа Прованса А красоту его еще до вас Запечатлели на своих полотнах влюбленные в Прованс Матис и Пикассо Ван Гог и Сезанн Ван Гог писал Природа здесь такова, что начинаешь ощущать, что такое цвет В предыдущих очерках я много распевал о том, что Прованс неразрывно связан с именами трех великих художников-импрессионистов Сезанна, Гогена и Ван Гога Если вам их творчество так же близко, как и мне, то я советую посетить пещеру, где на стенах проецируется их полотно На входе нас приветствовали юные провансаленыши и провансаленки Господи, подумал я, как же это замечательно, что этих дошколят уже приобщают к творчеству импрессионистов В пещере очень мало света, и поэтому я не знаю, сумеют ли наши съемки передать всю магию происходящего шоу Но в сочетании с музыкальной медитацией, огромными пространствами и вашей верой в то, что я вас никогда не обманываю По-большому, поверьте, это впечатляет Рекомендую Рекомендую Городок Лакост Городок Лакост Поэтизировал убийство ради садизма Перед смертью это чудовище оставило завещание, в котором написало Когда меня засыплет землей, пусть сверху разбросают желуди, чтобы молодая поросль скрыла место моего захоронения, и след моей могилы исчез бы навсегда Как и я сам надеюсь исчезнуть из памяти людей Но он был столь ужасен, что оставил по себе недобрую память и понятие, названное его именем «Садизм» Маркиз «Маркиз-де-Сад» Очень любопытный памятник ему установлен рядом с его замком Помните ли вы, мои юные друзья, как во время недавнего знакомства с Западной Францией, я вам рассказывал, что такое Бастида Забыли? Так я и знал Напоминаю, Бастида – это небольшое укрепленное селение, возникшее в средние века Небольшая деревенская крепость Вот эта Бастида принадлежала в 1214 году маркизам Бо От этого самого маркиза-то ничего не осталось А деревенька его процветает В ней сейчас проживает 310 человек, но живут, понятное дело, за счет туризма Мне вот иногда хочется, как говорится, поиграть на чужом поле То есть я себя воображаю серьезным ученым, исследователем, будто я копица И, раздувая щеки, начинаю умничать перед вами А то вдруг становлюсь тонким политическим аналитиком Смелым, как Орешкин, и поэтичным, как Проханов А иной раз, когда крыша совсем едет, меня тянет уж на вовсе недостижимое Я воображаю, будто я Иван Андреевич, Пургунд И представляю себя в роли ведущего мини-смака Поэтому мы с готовностью откликнулись на предложение И оказались за кулиси ресторана, который находится в этой бастиде У ресторана Мишленовская звезда А его владелец, мсье Рено Берар, трижды избирался шеф-поваром Франции Маэстро заинтриговал нас, сказав, что продукты для этого блюда, которые мы будем готовить вместе Он берет со своего огорода Потрясающе! Вы много знаете ресторанов, у которых есть свои огороды? А представляете, какие они экологически чистые, эти продукты В нашем мсье здесь кулинарная школа Сюда приезжают со всей Европы те, кто хочет овладеть искусством Изысканного и правильного приготовления блюд То есть основами не только кулинарного содержания, но и эстетической формы блюда А во французской кухне это ценится одинаково высоко То есть три-четыре дня таких курсов, и вы станете обладателем звезды Мишлена На собственной домашней кухне Замечу, что я, к сожалению, не гурман Это такой же недостаток, как бальтонизм или отсутствие музыкального слуха То есть с этими недостатками можно прожить, но они объединяют эту самую жизнь И тем не менее, я хорошо понимаю тех, для кого счастье есть Наш маэстро является обладателем звезды Мишлена А я напомню, что это такое В 1900 году основатель шинной компании Анри Мишлен составил справочник из полезных для путешественников мест В том числе и рейтинг ресторанов этих знаковых мест Вот с того все и пошло Одна звезда означает, что это очень хороший ресторан Две звезды, ради его кухни стоит отличиться от маршрута Ну а если у ресторана три звезды, то ради его самого следует приехать в это заведение Всего во Франции 620 звездных ресторанов В одном Париже трехзвездных ресторанов больше, чем во всей остальной Европе Хотя вот уже как 4 года лидерство среди городов-гурманов от Парижа перешло Токио Вот, кстати, и конечный продукт Получилась овощная остренькая паста, которой мсье Берар и угощает нас Ку-ку, проснитесь, сказочный мир рекламы закончился Мы возвращаемся к теме звезд Мишлена Вот почему у нас нет звездных ресторанов Я сделал предположение Русские в ресторан ходят для общения Совмещают это с обедом или ужином Для нашего человека поход в ресторан – это праздник Поэтому ему важна атмосфера и обстановка Оттого наши лучшие рестораны – это в первую очередь интерьерные заведения Где важен вид из окна, мягкость кресел, величина столиков, приятность музыки и улыбка официантки В Европе же даже очень хорошие заведения часто бывают слишком тесными и с маленькими столиками Но это ради экономии места, поскольку в старой Европе очень плотная застройка и дорогая аренда Разговор о сути Мишленовского ресторана мы продолжили уже за ужином в ресторане Хозяйкой которого является мадам Берар – жена нашего шеф-повара Да, и дамы, обратите внимание, нашей мадам около семидесяти, а выглядит как истинная француженка То есть баба-ягодка опять Так вот, преимущество интерьерных ресторанов понятно Но Мишленовских звезд за это не дают Да будь они трижды модными и тусовочными Нет, награду удостаивается лишь ресторан с авторской кухней от какого-нибудь маститого повара Звезды Мишлена присуждаются каждый год и раздаются весьма скупом А вот снимаются чрезвычайно легко В течение года эксперты инкогнито посещают ресторан и оценивают не интерьер или сервис, не цены, а исключительно кухню То есть звезда Мишлены не дается ресторану пожизненно Ее отбирают, как только его кухня перестает соответствовать статусу Десять лет назад известный повар Бернард Лоизео покончил жизнь самоубийством лишь потому, что до него дошли слухи, будто его собираются лишить одной из трех звезд Вот что такое звезда Мишлена и представляете, как ими дорожат И напоследок обратите внимание на вид блюда, который подается в Мишленовском заведении Оно непременно будет крошечным, как эта закуска, украшено с особым изыском и божественным на вкус А на десерт, как вы знаете, французы предпочитают сыры В Мишленовском заведении их предлагают более двух десятков видов И в завершении дам рекомендацию В подобном заведении принято в конце ужина приглашать шеф-повара и резать ему правду матку в глаза Если вам понравилось его произведение, а если нет, то просто врезать в глаз Потому что за такие деньги, которые оставляет клиент, он, как и сапер, не имеет права на ошибку Однако завершим наши кулинарные изыски Конечно, эта бастида знаменита не только Мишленовским рестораном Рено Берара Но и историческими средневековыми постройками Хотя вот этот дом относится к 19 веку Он принадлежал одной бездетной паре Они очень были привязаны друг к другу Но незадолго до войны хозяин заболел туберкулезом И понимая свою обреченность, он написал небольшое стихотворение для своей жены Которую расположил над входной дверью Оно заканчивается простыми словами Мы живем, пока любим И мне это напомнило другие столь же незамысловатые, но очень проникновенные строчки Неизвестного мне автора, который, кстати, обожает романтически настроенный обыватель Безмерно мало нужно людям Вода и хлеб Трава и снег Да знать, что где-то тоже любят Тебя такой же человек Ну, может быть, только не такой же Зачем тебе двойник? Тебя самого А скорее близкий по духу Но уложить эту стихотворную форму под силу лишь настоящему мастера слова То есть кому-то из вас В этой поездке мы были втроем Ваш ДК, постоянный редактор-корреспондент передачи Татьяна Баринова И второй оператор со знаковым именем-отчеством Владимир Владимирович И не менее выразительной фамилией Брежнев Мы на пару с Володей сняли немало выпусков «Непутевок» Было время, когда я снимал все сам Но нынче, став старым и ленивым С удовольствием приглашаю второго оператора Тем более, если камера оказывается в руках Энергичного и талантливого человека Ну что же, прощай, Прованс Себя я не увижу Теперь в душе печаль Теперь в душе испуг И сердце под рукой теперь больнее и ближе И чувствую сильнее простое слово Друг Чтобы прочувствовать всю притягательность Прованса Прочтите книгу Питера Мейла «Год в Провансе» И рассказ Ивана Бунина «Комар» Или стихи о Провансе Владимира Набокова «И запыленной и счастливой Лениво развяжу в тени Евангелической оливы Сандалии узкие ремни» Или вот это «Слоняюсь переулками без цели Прислушиваюсь к древним временам При цезаре цикады те же пели И тоже солнце стлалось по стенам Поет лотан и ствол в пятнистом блеске Поет ловчонка Можно отстранить легко звенящий бисер за навески» Поет портной Вытягивая нить Покинув Прованс Мы буквально смысле сошли с корабля на бал Потому что сойдя с воздушного корабля Мы едва успели переодеться в приготовленные для нас мокинги И тотчас отправились на знаменитый Ежегодный традиционный Бенский бал Но об этом в следующей нашей встрече Ну, счастливо, пока Ваш бредящий Провансом Д.К Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»